ТВ-Экстра представляет Смерть — это великая тайна. Как отмечали многие философы, она является единственным определенным фактом нашего будущего и вместе с тем остается одним из самых неопределенных явлений, если говорить о природе смерти и ее последствиях. Смерть нельзя обмануть. Перед ней все равны. От нее никому не уйти. Она непостижима для человеческого разума, несмотря на ее реальность. Смерть приходит и уходит в одно мгновение, как мысль, как жизнь. Она неуловима и неумолима. Многие, находившиеся на грани смерти, повествуют о необычных ощущениях и вспоминают о замедленном течении времени, выходе из тела и ярком свете в конце тоннеля. В 2017 году специалисты из Льежского университета Бельгия изучили письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть. Почти все описывали три одинаковых ощущения. Чувство покоя, полет через длинный тоннель и яркий свет, появляющийся в конце этого путешествия. Многие, получившие посмертный опыт, отмечали, что выходили из тела и видели свое физическое тело со стороны, встречали ангелов и духов. Большинство выживших почти дословно передавали разговоры медицинского персонала и довольно точно восстанавливали очередность их действий. Почти половина выживших констатирует ощущение, что вся жизнь пронеслась перед глазами. Упомянем в нашем сюжете лишь несколько свидетельств людей, в наше время побывавших за гранью земной жизни. Владимир Григорьевич Ефремов, ведущий конструктор ОКБ «Импульс», также пережил клиническую смерть. Он записал пережитое во время клинической смерти во всех подробностях. Его свидетельства бесценны, поскольку это первое научное исследование загробной жизни ученым, который сам пережил смерть. Все ценные наблюдения Владимира Григорьевича опубликованы в журнале «Научно-технические ведомости» Санкт-Петербургского государственного технического университета. А его доклад на научном конгрессе о загробной жизни стал сенсацией. Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он является крупным специалистом в области искусственного интеллекта. Продолжительное время работал в ОКБ «Импульс». Кроме того, Владимир Ефремов участвовал в запуске Гагарина. Внес большой вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный коллектив получал государственную премию. До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом и доверял только фактам. А теперь послушаем откровения физика, вернувшегося с того света, опубликованные в книге Олега Гадецкого «Законы судьбы» или «Три шага к успеху и счастью». Примечательно, что после смерти сознание не отключилось. Остались все чувства и воспоминания. Ярко запомнился полет по гигантской трубе. При этом мысленно получилось замедлить полет и поменять его направление. Все выводы приходили мгновенно. Мир по ту сторону жизни реально существовал. А мышление обладало свойством причинности, раз оно могло менять направление и скорость полета. Интересно, что сознание работало совершенно иначе и охватывало все сразу, одновременно. Для него не существовало ни времени, ни расстояний. Объем памяти был поистине безграничным. Было похоже на телепортацию, когда я попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. И еще было ощущение всесильности мысли. Наше конструкторское бюро два года билось над решением сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. Представив эту конструкцию, увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой. Позже я записал его и внедрил. Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало односторонний характер, рассказывает Владимир Григорьевич. На сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж. Я четко осознал, что меня ведет некто вездесущий, не имеющий границ. И он обладает неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Я понял, что это он показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел его, но чувствовал остро-остро и знал, что это Бог. Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и физических терминов. В данном сюжете мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и формул. Оказалось, что процессы там протекают не линейно, как у нас, а происходят одновременно и во все стороны. Объекты на том свете представлены в виде информационных блоков, содержание которых определяет их местонахождение и свойства. Все и вся находятся друг с другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в единую глобальную информационную структуру, в которой все идет по заданным ведущим объектам, то есть Богам, законам. Ему подвластно появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода времени. Интересно, что человек как источник информации тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере. Было похоже на фильмы «Солярис и Матрица» и на гигантскую компьютерную игру. Оба мира, наши загробные, реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в совокупности с управляющим субъектом Богом глобальную интеллектуальную систему. Если сравнивать, то наш мир более прост для осмысления. Он имеет жесткий каркас-констант, обеспечивающих незыблемость законов природы. Связующим события началом выступает время. В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, и они могут меняться. Основу построения такого мира составляют информационные образования, содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов при полном отсутствии самих объектов. Так, как это бывает на Земле, в условиях моделирования на ЭВМ. Я понял. Человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга. Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения и нашел подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности мира. В Евангелии от Иоанна сказано, что вначале было Слово, цитирует Библию Ефремов. «И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Не намек ли это на то, что в Писании под Словом имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя всеобъемлющее содержание всего? Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным задачам, которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда. «Мышление всех людей обладает свойством причинности», — говорит Владимир Григорьевич. «Чтобы не причинить зла себе и другим, нужно следовать религиозным нормам жизни». Святые книги продиктованы Творцом. Это техника безопасности человека. «Смерть для меня сейчас не страшна. Это просто дверь в другой мир». Досычев Сергей Евгеньевич из Санкт-Петербурга также пережил клиническую смерть. В интервью он подробно рассказывает о том, что он чувствовал, ощущал, какие имел встречи в загробном мире. И как всемилостливый Господь разрешил ему вернуться на землю для исправления своей жизни и принесения покаяния. А вот бывший закоренелый преступник, авторитет в криминальной среде. Теперь монах Герман, смиренно несущий послушание в Минском кафедральном соборе. Это преображение привело в недоумение как уголовников, так и сотрудников следственных органов. Общая реакция. «Так не бывает. У Ципы поехала крыша». А он пришел к вере через смерть, когда увидел омерзительных бесов, пришедших за ним. Но он согласился, что достоин наказания, и душа его опять вернулась в тело. Дополняет рассказ монаха Германа его духовник. Предельно искренне, порой со слезами на глазах, рассказывает о своей жизни отец Герман, Ципорин, и близкие ему люди. Удивительное свидетельство о своем посмертном опыте оставил нам раб Божий Андрей. Целых восемь часов его душа путешествовала по загробному миру, познавая многие тайны прошлого и будущего. Крайне любопытно и полезно всем будет ознакомиться с книгой «Встреча с вечностью». Свидетельство раба Божия Андрея о загробном мире. Характерная особенность свидетельства Андрея – это подробное изложение будущей участи всех людей. Тех испытаний, с которыми предстоит столкнуться всем людям. Все пережитое и увиденное им в ночь подуспение тронуло сердца людей. Многих заставило всерьез задуматься о смысле жизни на Земле, о бессмертии души. Лишь для некоторых приоткрывается невидимый мир, что дает им возможность прикоснуться к нему, увидеть его и пережить то, что не подвластно каким-либо земным сравнениям. Эти некоторые, вернувшись к нам, открывают новое, доселе сокрытое знание и потрясают мир пережитым опытом. Таким образом, смерть – это рождение человека из земной временной жизни в вечность. Душа переходит в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в земной жизни. Жизнь человека на Земле – это только начало, подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела. Что мы начинаем здесь, будет продолжаться там. Перейдя в загробный мир, душа чувствует, сознает, воспринимает и рассуждает. Смерть просто видоизменяет существование человека. Если не знать, что жизнь наша вечная, то теряется всякая сущность нашего земного существования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова